Мальчишки и девчонки, вы на канале Ирина Брилева. Подписывайтесь и не забывайте про колокольчик, здесь всегда много интересного. Всем привет! В наше время очень много подделок и нужно уметь распознать и отличить оригинальную продукцию от некачественных так называемых аналогов. На что в первую очередь стоит обратить внимание? Цена. Цена на подделке, как обычно, ниже, чем на оригинал. Но бывает такое, что и разница в цене невелика и на первый взгляд не отличишь оригинал от подделки. Для этого я и снимаю видео, чтобы вы могли сами выбрать качественный материал и самостоятельно отличить оригинал от подделки. Ведь мы же не хотим потратить деньги и получить непонятно что. Если вы намерены серьезно заниматься или уже работаете в NEL индустрии, тогда забудьте о покупке аппаратов на Алиэкспресс, мелких рыночках, непонятных магазинчиках. В случае поломки аппарата вам никто не вернет деньги и не ремонтирует его по гарантии, как это делают в нормальных магазинах. Вы просто потратите деньги и все равно вам нужно будет купить новый аппарат. Ведь недаром же говорят, скупой платит дважды. Сегодня в обзоре Strong 210, но один из них оригинал, другой подделка. Коробка отличается. Обязательно должен быть логотип и название производителя Seishin. В данном случае у подделки на коробке нет надписи Seishin. В документацию оригинала входит обязательно паспорт с инструкцией на английском языке, гарантийный талон на русском либо украинском языке и сертификация ответствия безопасности и гигиены. В комплектацию входит блок, ручка, педаль и боковой держатель. В комплектацию подделки входит сумочка. У оригинальных аппаратов, поставляемых в Украину, она отсутствует, но в то же время она присутствует у оригинальных аппаратов, поставляемых в Россию. Здесь тоже есть инструкция, гарантийный талон, но не от производителя, а от магазина, в котором покупался аппарат. Блок, ручка, боковой держатель, немножко другой и педаль. Подделки иногда комплектуются и боковым держателем и настольным, но в оригинальных комплектациях данной модели всегда есть только боковой держатель. У поддельного блока может отличаться цвет корпуса, например молочный, желтоватый, сероватый. У оригинала чисто белый цвет корпуса, но сложно сравнивать не имея при себе и подделку и оригинал. Например, в данном случае цвет практически не отличается. Визуально отличается наклейка на нижней стороне корпуса. Должна быть узкая синяя каемка, четкие, а не расплывчатые черные, а не синие буквы и цифры. У оригинала на наклейке должен быть обязательно географический адрес производителя, электронный адрес сайта, полное название производителя и надпись Made in Korea, а также электронный почтовый адрес. Плюс у оригинала рядом с наклейкой о параметрах есть еще одна наклейка. На ней расположен QR-код, который можно сканировать и проверить. Это удобно, правда? Однако не на всех оригинальных моделях может быть эта наклейка, потому что эту меру предосторожности ввели только в 2020 году, а значит у старых партий этой наклейки может не быть, как у меня, например. Теперь ручки. На коробке будет обязательно написано название производителя Seishin. На корпусе ручки должно быть нанесено название Strong, модель, максимальное количество оборотов и серийный номер. На подделке этих надписей может совсем не быть или они могут быть частичными. Обязательно надпись Seishin Made in Korea. Именно эта надпись и подтверждает тот факт, что ручка была выпущена именно в Корее. Цвет ручки тоже может отличаться. В моем случае они очень похожи, но подделка имеет более матовую поверхность. Часто отличается боковой держатель и качеством, и видом пластика, и формой. У оригинала более качественный прозрачный пластик, у подделки же наоборот, вот как мы видим здесь. Надпись на оригинальной педали должна быть синего цвета, а не черного. Цвет педали тоже может отличаться. Надеюсь, я все доступно и понятно рассказала, и вам это поможет не сделать ошибку в выборе. Ну и конечно же ссылочку на сайт официального представителя Seishin оставлю в описании к видео. Ну а я с моим оригинальным аппаратом приступаю к работе. Сегодня у меня Аня, которую вы так давно ждали. Никуда она не пропала, просто в прошлый раз она поломала ноготь и мы укоротили все ногти. Вот такие вот у нас были мятные ноготочки, и я снимаю старое покрытие. Сегодня, конечно же, не буду укорачивать ногти. Аня ждала, пока они отрастут. И делаю опять миндальную форму. Работаю пилочкой на 180 грит, опиливаю форму и шлифую поверхность ногтей. Даже правильнее сказать не ногтей, а базы, которая осталась на ногтях. Далее пушером отодвигаю кутикулу. Теперь беру фрезу пламя. Она у меня 0,21 диаметра. И на форварде обрабатываю сначала левую сторону, вычищаю птеригий. А затем переключу ручку и обработаю правую сторону на реверсе. Аккуратно вычищаю птеригий, стараюсь не дотрагиваться ногтевой пластины. Подготавливаю кожу к срезу кутикулы. Теперь смачиваю спонж мыльной водой, вытираю пыль и заодно увлажняю кожу. Увлажненная чистая кожа лучше срезается. В работе у меня сегодня ножнички Олтен. Для аккуратного и ровного среза у нас рабочая зона ножниц, это только кончики. Работаю маленькими-маленькими стежками. Далее силикон-корбидной фрезой полирую кожу. Обезжириваю ногти наилпрепом. Убираю пыль, которая могла быть от салфетки. Прохожусь праймером. Работать сегодня буду гель-базой Атика. Ногти длинные и нужна база погуще, потверже. Тем более сейчас лето и нужно учитывать то, что любая база становится жидкой. Делаю выравнивание этой базой и контролирую, чтобы Апекс был на месте. Это нужно для того, чтобы ногти были красивой формы и не ломались. Сегодня в работе буду использовать два основных цвета. 008 от торговой марки Милана, молочный, почти белый. И 125 ярко-розовый. Левую ручку покрываю полностью молочным цветом. Работаю в два тонких слоя. Каждый слой просушиваю в лампе. Правую ручку покрываю ярко-розовым. Просушила в лампе и покрываю вторым слоем. Намешала на палитре несколько оттенков розы. Взяла отдельно потемнее цвет и отдельно смешала два основных цвета. На правой ручке сделала полоску темную и отправила в лампу. На левой руке тоже сделала полоски темного цвета. Сегодня задумалась сделать градиент, но не плавным переходом, как обычно, а полосами, от темного к светлому цвету. Обязательно каждую полоску просушиваю в лампе, чтобы цвета не смешивались. Продолжение следует... Продолжение следует... Правую ручку покрываю теперь топом. В работе у меня сейчас Gloss Premium с липким слоем. На левой дизайн выполняю дольше, так как здесь полосочек больше. Поэтому дорисовываю с помощью тонкой кисточки и еще раз отправляю в лампу. Все, теперь и левую ручку перекрываю топом и это будет окончательный вариант. Вытираю липкий слой и любуемся результатом. Вот такой вот у нас нежный, яркий маникюр. Довольно просто выполняется, но очень оригинально смотрится. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. А у меня на сегодня все. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok